Добрый день, мои дорогие зрители! Сегодня видео будет немножко необычное. Я буду собирать два образа, которые я вам сейчас покажу. Значит, сейчас немножко объясню, для чего они мне нужны, как бы для чего я их собираю. Отгремели праздники 8 марта, то есть отгремело, и я очень извиняюсь, я вас не поздравила с 8 марта. Дело в том, что, как экскьюз, я могу использовать то, что в Канаде на самом деле 8 марта отмечают только русскоговорящие, и нет вот этой атмосферы, знаете, праздника, вот 8 марта, мужчины бегают с букетами, как бы нету. Поэтому оно как-то так сквозь пальцы ускользает, и на самом деле утром 8 марта, когда вам муж приносит букет с цветами, вы начинаете соображать, боже-боже, что случилось, почему он вам купил цветы, наверное, он что-то такое в чем-то провинился и теперь пытается как-то гладить свою вину вот этими самыми цветами. Потом, посмотревши телефон, вы понимаете, что, собственно, сегодня 8 марта, и, собственно, вот праздник наступил, да. Поэтому я забыла поздравить всех, но я всех поздравляю, девушек, девочек, женщин всех возрастов с 8 марта. Это прекрасный праздник, это даже неважно, это равенство, не равенство, это просто праздник женщины, это прекрасно и замечательно, будьте здоровы, прекрасны, чтобы у вас все было хорошо в жизни. Ну вот, о чем это я говорю, почему я стала, мысль скользнула у меня. А, значит, дело вот в чем, я хотела сказать, праздники отгремели, отгремели 8 мартовские вечеринки и так далее, но мы продолжаем веселиться, и у нас впереди вечеринка, которую, на которую нас пригласили, которую надо будет тематически одеться, и одежда должна быть в стиле 40-х, 50-х, 60-х, начало 60-х годов, или вот этот самый диоровский известный юлук стайл, который, в общем, очень женственный, очень красивый. Вы знаете, я очень люблю такой стиль, на самом деле, я без всяких партий вечеринок его ношу всегда. Это обычно очень такие узкие сверху платья с узкой талией, с очень пышными юбками, небольшой каблук, красивые сумочки такие небольшие, саквояжики, какие-то шляпки, в общем, это действительно очень женственно, очень красиво, и нам, значит, предложили девочкам одеться в этом стиле, и мы все с удовольствием, конечно, согласились. Я, значит, началась придумывать костюм и приготовила себе два образа, я хочу, чтобы вы его оценили, два эти образа оценили и сказали мне, какой вам больше нравится и что мне надеть на эту партию. Значит, inspiration для этих образов стали у меня два платья, которые я купила в Zara пару лет назад, и они действительно очень мне подходят к этой теме, потому что они действительно такие немножко в таком стиле 50-60-х годов, я вам сейчас их покажу. Мне трудно показать, вы видите на мне, конечно же, их, ну вот одно вот такое вот и одно такое же в клетку, оно, в принципе, с поясом, поэтому оно как-то выглядит широким, но на самом деле оно собирается на поры, это вот два платья, и вокруг них я стала строить, я нашла какие-то головные уборы, сумочки, обувь, украшения, платье из Zara, некоторые обувь, по-моему, и сумки из Zara, остальное я там пособирала по дому, что, что нашла, и, кстати, вот очень и очень пыталась найти такие, у меня есть крупные жемчужные бусы, которые очень, по-моему, носили в те времена, и были они очень популярны, но не нашла. Заменила чем-то другим, в общем, достаточно получилось неплохо, но очень не жалко, потому что идея была, то, может быть, я еще до вечеринки найду их эти бусы, и тогда я их надену, а не то, в чем я вот буду вам показывать. Хорошо, ребята, давайте будем смотреть. О, кстати, я вам хотела сказать один лайфхак, я не знаю, насколько это вам понадобится в жизни когда-нибудь, но это была моя идея, я должна поделиться. Обычно юбки в этих платьях, юбки такие, знаете, очень раскрешенные, широкие, и имеют такой, знаете, внизу, как нескольких слоев, которые создают такой объем этих юбок, и я очень долго думала, как мне это сделать, и нашла, у меня есть юбка такая пачка, знаете, они были очень модные, потом не вышли из моды, снова вернулись, в общем, я их ношу, короче. Вот, если пододеть вот эту юбку под вот платье обычное, то, в общем, получается такой эффект такого платья, которое в стиле 50-х, которое имеет под собой, значит, пачку такую, знаете, как второй слой, третий слой. Вот, все, давайте будем смотреть, надеюсь, вам понравится. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Если вам понравилось это видео, не жалейте, поставьте мне лайк, подписывайтесь на мой канал, я буду вам очень признательна и очень благодарна. Пока-пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok